А, ладно, народ, я всегда говорила, что у нас здесь Бермудский треугольник, опять авария, причем, причем вообще непонятно, как можно с этой стороны врезаться в автобус, реально, просто не понимаешь. А пробка уже, будь здоров, ну, еще не до моста, но почти, хоть догадываются вставать вторым рядом, хотя толк чуть, все равно тут только одна машина проедет. Да. Прикол в том, что вот там вот люди заезжают вперед и вот так разворачиваются за автобусом и поворачиваются, да, смысл? Ну, если здесь всего одна машина может проехать. Вот еще, блин, любители. Господи, вот этот цирк начался просто, все лезут в эту лунку, ну, смешно, просто смешно. И притормаживают, ведь интересно же посмотреть. Никто не думает, блин, что сзади у него добрая сотня таких же желающих сюда повернуть, и что все люди торопятся домой, и что нужно как-то с уважением относиться к другим людям. То есть поворачивать побыстрее, не смотреть по сторонам, потому что другие точно такие же, как ты люди, они хотят попасть домой, а не стоять здесь, вот, ждать, когда же им удастся повернуть, потому что, блин, какой-то придурок решил поторопиться и в итоге врезался в автобус. Блин, безумие какое-то. И еще раз повторяю, я всегда говорю, у нас здесь Бермудский треугольник. Я не знаю, конечно, но в год здесь бывает порядка пяти, ну, вот, как видите, это треугольник. Порядка пяти, может быть, десяти аварий в год. Так что это Бермудский треугольник, да. Последний раз, на моей памяти, здесь была авария, мужик перевернулся вверх тормашками, причем было совершенно непонятно, в кого он врезался, куда врезался, почему его перевернуло. И весь прикол, что из него начала вытекать какая-то жидкость, возможно, бензин. И вызвали пожарку, потому что была угроза взрыва. Но, слава богу, ничего не произошло особо такого сверхъестественного. Вот, ну, то есть он просто на ровном месте перевернулся колесами вверх. Вот, сейчас у нас где-то часов восемь вечера. ДПС, наверное, приедет минут через тридцать-сорок. Потому что сюда довольно неохотно они едут, несмотря на то, что здесь довольно часто аварии происходят. Мне очень радует, когда люди, которые едут по главной улице, вот оттуда, сюда, ну, с той стороны сюда, они относятся к поворачивающим, к желающим повернуть, с пониманием. И, как бы, пропускают группу машин. Ну, вот, опять, видите, встал. Ему интересно, интересно, какого черта здесь происходит. Они не то, что за ним еще трое поворачивают. Вот, блин, никто не думает своим любопытством, что он создает пробку. И один дурак создал пробку, когда врезался в автобус, а другие дураки вот так вот притормазывают из любопытства, создавая новую пробку. Вот, так вот, мне очень радует, что некоторые, кто едет по главной дороге, относятся с пониманием к людям поворачивающим, и они пропускают какую-то группу людей, потом те пропускают. То есть, как бы, взаимоуважение, взаимовыручку на дороге. Ну, по большей части, на дороге одни дураки, так что... Главное, именно к этому относиться с пониманием, что вокруг одни дураки. Ну, это, конечно, не относится к тем людям, которые водят автотранспорт более 15 лет, у которых уже приличный стаж, и они отвечают за свои действия за рулем. На счёт этих людей я ничего не говорю, но вот таких вот, которые торопятся и не соблюдают правила, таких очень много. А, я надеюсь, что моя мама не где-нибудь в конце этой очереди. Потому что она уже должна быть дома. Ну, вон, кстати, уже и скорая приехала. Чё-то как-то быстро. Причём даже две. А, ну, одна мимо, одна сюда. Возможно, что в автобусе просто кому-то стало плохо, или кто-то ударился во время столкновения. Ну, да, это как я тоже. Повредила спину. Когда автобус резко затормозил, я и так с больной спиной ещё и перенапрягла её слишком. Ну, разве водители волнуются о людях в автобусе? Нет? Нет, я понимаю, устал человек после работы, он едет домой и торопится, и хочется быстрее домой. Но надо всё-таки не забывать о том, что вокруг тебя другие люди, которые тоже торопятся домой, и которые хотят живыми туда добраться. Ну, и скорой чё-то никто не выходит. Открылась только дверь, и никто туда не входит. Походу, желающих нету. Причём, кстати, на джипе видно, что вроде мужик-то солидный. Ехал. Как можно врезаться в автобус? Ты ещё с правой стороны. Если он поворачивал, значит, это автобус в него врезался. Значит, он просто не успел повернуть до конца. Короче, тут можно гадать и гадать. Пока он в ДПС не приедет. Так, тоже с другой стороны. Ака съедет скоро. Только не знаю, куда она едет. А, ну, что-то я по красти как быстро приехал и ДПС. Прям удивительно. Не, ну, тут прям шухи развели, как будто пострадавших целая толпа. Когда у нас старушку задавили на остановке автобусом, там, конечно, ещё круче был, там вертолёт прилетал. И более зрелищно, но тут навели шороху, будь здорово. Я даже интерес потеряла к тому, что смотрела. Что там? Что там? Что там? Что там целая толпа пострадавших, что ли? Вот на одном женщина. Не, ну, я ничего не хочу сказать. Я тоже была пострадавшая в автобусе, когда мы чуть было не врезались в машину, которая просто плевательности отнеслась и подрезала автобус. Но просто, как бы, вот столько всего, и три скорой, и полицейская машина, и все куда-то едут и едут, круги наворачиваются. Как-то столько, как бы, навели шороху на ровном месте, на самом деле. А, вон уже ДПСник прошёл. Показания записывает. Сейчас будут бегать с этой штукой. Называется измерять расстояние. Туда-сюда. Ещё одна полицейская машина приехала. Вот куда столько? По-моему, уже достаточно. Не, у нас, конечно, умеют создать аварийную ситуацию, потом создать аварию, а потом ещё поставарийную ситуацию, когда куча народу стекается в одну точку. И чё-то куда-то все смотрят, смотрят и создают пробку. Это, конечно, гениально. Это только русские люди так могут. Ладно, я пойду, а то тут я чё-то замёрзла. Я так целый день. Ножми сидела, носки одела с утра. Пойду. А то чё-то как-то прохладно мне. Конечно, интересно тут поглядеть. Но надо другие дела делать. А пробка-то, кстати, увеличивается. Но многие просто тупо разворачиваются и едут обратно. Вот так вот у нас бывает здесь, на треугольнике. Народ. Прошёл час и стало только хуже. Как я погляжу, я думала, тут уже всё рассосалось. А тут уже пробка в ту сторону Выхина. Пробка здесь вообще не ездит. Тут и троллейбусы поворачивают, и автобусы. Троллейбусы вообще, походу, не повернут. Они просто по ширине не пройдут. Сейчас, если автобус пройдёт, то по идее должны и троллейбусы пройти. На троллейбусы не смогут повернуть, потому что у них, как называть там, угол захвата, угол поворота дальше. Причём, по-моему, две ДПС, они уже давно всё... Третий ДПС приехал. По-моему, они уже всё давно померили и отмерили. А, нет, даже четвёртый. Четвёртый ДПС. Но при этом... Стало только хуже. Блин, поглядите. Вся та сторона стоит, и все гуляли, блин, как будто... Как будто все тут рады постоять. Так, ну, автобус вроде прошёл, но он заехал на газон. Да, вот это прямо авария мирового масштаба. Самое смешное, что действительно могли бы двигаться гораздо быстрее, если бы никто не засматривался и не девал. Если бы все действительно проезжали и не тормозили. Всё могло бы уже давно закончиться. А, всё, я поняла, почему здесь столько ДПСников. Две машины ДПС пригнали для того, чтобы регулировать транспортное движение. То есть, вот они два отошли. Вот туда. И встали и остановили поток. Да. Как бы такое только у нас здесь возможно. Занны, понятно, как бы уже всё померили по ходу, по ходу всё записали, уже показания, свидетели и прочее. Но почему-то не отсоединяет машину эту. А, извините, здесь ещё ДПСник. Сейчас что-то интересное будет. Вот здесь вот он встал, остановил поворачивающую машину. Так. Так. Походу, что-то какое-то действие началось. Да, как обычно у нас здесь полный улёт. Давно я не видела такого, давно я не помню уже такого, чтобы здесь была пробка, начиная с моста. Давно такого не было. С времён постройки каких-то новых развязок, там, пятых, четвёртых, колец, третьих, ТТК, МКАД, расширения, всякие вот эти вот нововведения в строительстве дорог и каких-то развязок, бабочек и прочего. Давно я здесь не видела такой пробки. Так, там какой-то умник на джипе подъехал. Видите? Такой деловой. Типа он сейчас повернёт. Все стоят, а он хочет повернуть. А, да. Так, ну вот пустили тех, кто прямо поехал. Да, видимо он там смотрел, что, типа, каким макаром он вообще сюда заехал. Как так вышло, что он врезался с другой стороны, ведь отсюда нет проезда. Отсюда. То есть здесь одностороннее движение. И те, кто поворачивают налево, здесь в обратную сторону нельзя повернуть. Да, вообще мегамасштабное событие такое жуть. У нас тут Алиста пришла, сидит в уголке. Ой, кто-то звонит, надо подойти. Тем более у меня ещё и батарейка села. Так. Пойдёмте в уголку. Пойдёмте. Продолжение следует...